Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов и их автобиографии. Фидус – это псевдоним Ренхольд Карл Йоган Хептнер. Был художником-символистом, чьи работы непосредственно повлияли на психотерический стиль графического дизайна конца 1960-х годов. Я пользуюсь Википедией. Родился в семье кондитера в Любике 8 октября 1868 года. Примерно в 1886 познакомился с апостолом природы, в кавычках, по художникам Карлом Вильгельмом Диффенбахом. И присоединился к коммунии Диффенбах близ Мюнхена. От имени Диффенбаха он отбыл короткий тюремный срок за публичное обнажение, за что получил прозвище Фидус или Верующий. В 1892 году переехал в Берлин, основал еще одну коммуну, работал иллюстратором в журнале «Сфинкс». Его работы часто появлялись в других иллюстрированных журналах. Создал множество орнаментальных рисунков, особенно для оформления книг, а также экслибрисы, плакаты и различные дизайны. Был одним из первых художников, который использовал рекламные открытки для продвижения своих работ. Также внес свой вклад в ранний гомосексуальный журнал, издаваемый Адольфом Брандт, придерживался мистических теософских убеждений и заинтересовался немецкой мифологией. Его ранние иллюстрации содержали абстракции, похожие на сны. В то время как для его более поздних работ характерны такие мотивы, как крестьяне, воины и другие обнаженные человеческие фигуры и естественных условий. Он часто сочетал мистицизм, ратизм и символизм в стилях арт-нуво и сессеционизм. К 1900 году был одним из самых известных живописцев Германии. В 1908 присоединился к общине германской веры, религиозной группе, возглавляемым художником Людвигом Фаренк-Крогом, которая сочетала германское неязычество с учением о самоискуплении. В 1912 разработал знаменитый плакат для Конгресса по биологической гигиене в Гамбурге, на котором был изображен человек, разрывающий свои оковы и поднимающий к звездам. После 1918 года интерес к его творчеству пошел на убыль. Несмотря на его энтузиазм по отношению к идеологии нацистской партии, членом которой он стал в 1932 году, он не получил поддержки нацистского режима. В 1937 его работы были конкрескованы, а продажа его изображений запрещена. К тому времени, когда он умер, в 1948 году его искусство было почти забыто. В Берлинской галерее хранится архив работы «Фидус». Другой крупный архив материалов, включая произведения искусства, дневники, переписку и фотографии, хранится в коллекции Джека Долтона «Калифорния». Вот так вкратце из переводной википедии о художнике-символисте, чьи работы непосредственно повлияли на психоделический стиль графического дизайна конца 1960-х годов. Рейнхольд, Карл, Йоганн, Хеппенер или Фидус в его псевдонии. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова